Всем привет! Меня зовут Анна Цуэль, и мы с вами сейчас находимся в моей студии за моим рабочим столом, на котором лежат вот такие прекрасные вещи. Это еще не все, тут еще вокруг у меня много чего лежит. Собственно, об этом сегодня и пойдет речь. Это будет такое очень хвастливое видео, потому что я сегодня буду хвастаться своими новыми материалами для работы от фирмы Виндзор и Ньютон. Показать не есть что вам. И параллельность, конечно же, с тем, что я буду хвастаться, я буду рассказывать, что к чему, что как я пользуюсь, покажу, что как работает. В общем, начнем. Начать я хочу, собственно, сначала. С чего мы все с вами, художники, начинаем? Это карандашный графитный набросок. То есть здесь у меня коробочка с шестью графитными карандашами Виндзора и Ньютона. Выглядит она вот так вот потрясающе. Очень такая тактильная, железная, крутая и ловкая. Сейчас мы с вами ее откроем. И здесь у нас лежит шесть карандашиков. Различные твердости, жесткости. Собственно, ничего здесь необычного нет. Обычная маркировочка. Я пользовалась карандашом графитной Виндзора и Ньютона до этого. Вот так вот у меня сейчас выглядит. То есть уже такая кочерыжечка. 8B самый такой мягкий. Я абсолютно им довольна. Сейчас могу показать, что мной было им нарисовано. Меня просто очень многие спрашивали, а чем ты нарисовала этот скетч? Вот так это выглядит. Это мой абстрактный скетч. Потому что людям казалось, что здесь какие-то еще дополнительные по жесткости карандаши. Нарисованы это всего лишь на всего одним вот этим карандашиком. Вот так вот он прям как на уголь похож. И вот в принципе все, что лично мне нужно для скетчинга, находится вот в этой маленькой коробочке. То есть это абсолютно все по жесткости карандаши, которые я использую. Мы сможем сейчас с вами так чуть-чуть рисовать. Но бумага у меня для акварели. Поэтому такой звук будет сейчас прижитушный. Где-то у кого-то я слышала, что какая-то иллюзия песка в граффити этой фирмы у кого-то попалась. Скорее всего это брак. Вам срочно нужно обратиться в компанию. У меня таких проблем не возникало. То есть все абсолютно удобно, максимально, четенько, хорошо. Следующая наша с вами коробочка – это вот такие вот мелки. Это акварельные мелки. Виндзор и Ньютон. Я такие мелки пробовала на одном из мастер-классов от Виндзор и Ньютон, который был в апреле. Он мне очень понравился, этот мелочек. И поэтому я сейчас захотела его наборчиком таким. Вот так это все открывается. Посмотрите вообще. Красота. Вот такие цвета, в принципе, тоже базовые, основные. Вот так это выглядит. Удобные, классные мелочки. Работает это следующим образом. Сейчас покажу на примере двух мелочков. То есть вот такой вот. Мне вообще нравится, когда же как вот так вот они выглядят, например. Уже можно что-то интересное с этим придумать. Возьмем два, например, цвета. Моих таких основных, которые я использую в своей работе. Сейчас будем их с вами волшебным образом размывать. То есть капочки. Такая красота. И вот такая красота. Можно соединить. Такой переходит. Градиент получается. Ну, красота же. Я продолжаю хвастаться своими новыми коробочками от Винзера идет. И теперь настала очередь вот в такой коробочке. Это акварельные карандашики. 24 цвета. Студия коллекшн. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Я когда первый раз открывала эту коробочку, я так открываю. А раз думаю, а где же 24 цвета? Думаю, ну-ка, тут как бы нету 24. А потом вот такой magic происходит. И вот так вот. Вот такая получается раскладочка. Я, как исключительный визуал, как думаю любой художник, обращаю внимание еще плюс на то, что как это все выглядит. Вы посмотрите, какая красота. Это вот просто. И вот как называется, все гениальное просто. Это вот, мне кажется, про эти карандаши. Абсолютно шикарный дизайн. Лично мне так кажется. Вот. На карандаше ничего лишнего. Бренд и, собственно, цвет. Название цвета. Ну, акварельные карандаши, в принципе, они использованы не все одинаково. Давайте сейчас попробуем. Например, вот этот вот фиолетовый. Очаровательный. Насыщенный такой цвет получается. И, например, 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 давайте, наверное, синий вот этот Royal Blue. Проверим, правда ли он Royal. Ну, королевский. И так же берем кисточку. Кстати, тоже я про кисточку сейчас вам расскажу. Тоже винзоренет он кистика. Посмотрите, как насыщенно все получается. Сейчас все соединим здесь. Ну, и плюс вот так вот можно нарисовываться. Получается таки полутона. Красивая. Смотрю. Вот так вот сидеть и лазить кисточкой. Потому что прям медитация такая целая. Ну, вот, собственно, про кисть. Вот так она выглядит. Так же винзореньютон. Кисточка для каллиграфии. Для акварели. Вот это вот известное крепление, которое сделано для того, чтобы водичка у нас проникала ближе, чтобы был больший забор воды. И, соответственно, от этого получаются очень интересные эффекты. Как-то рисуюшую акварелью. Очень удобная кисть именно для акварели. Это кисточка из белочки. У нас Pure Squirrel. Вот видите, написано. Я, конечно, стараюсь не использовать кисти животного происхождения. С ворсом животного происхождения, вернее. Я люблю синтетику. Но мне для работы очень нужна была кисть. Вот именно вот такого вот формата каллиграфического для моих абстрактных акварелей. Поэтому мне пришлось себе заиметь такую кисточку. Пятый номер. Очень удобно. Очень хорошо. Вот передо мной уже лежит следующая коробочка. Это же коробка. Это уже такая большая. Это серия Котман Виндзор и Ньютон. Такой вот набор акварели. Сейчас мы с вами его откроем. Посмотрим, как это выглядит. Здесь такая брошюрочка с раскладкой по цветам. Здесь всякая важная информация про акварель. Почитайте. Итак, открывается она у нас. Такая красота. Открывается. Она вот... Сейчас вот элегантно попробую. Если мне это выйдет, конечно. Знаешь, что ж такое? Я элегантность... Это... Собственно, элегантно у меня открыть это не получилось. Пусть это останется за кадром. Поэтому откроем вот так вот все красиво. Это что значит? Что замочек очень качественный. Что если вы положите этот наборчик в сумочку, он у вас там случайным образом не откроется. Да. Выглядит это вот таким образом. То есть вот так это раскладывается. Ну, я не буду запихивать. Но вы понимаете, да, что это вот так вот. Для размыва цветов здесь идут поверхности. Здесь у нас 24, по-моему, цвета. Да, 24 цвета. Цвета очень интересные. Я их еще не открывала. Не тестировала эти краски. У меня есть... Ну, это, по-моему, не кот. Мам, вот такой маленький походный наборчик, который я очень хорошо использую. Я думаю, примерно здесь цвета будут такие же. Не цвета, я имею в виду, а по качеству акварель сама. Соответственно, хорош. Это я использую уже давно. Вот здесь у нас вот такие вот квадратики с акварелью. Кисть. Также Котман троечка здесь идет. Такая универсальная кисть. Удобная. Что мне нравится... Смотрите, сейчас вам покажу вот эти штучки. Сейчас опять вот у меня вот получилось. Вот так вот они все вынимаются. В любом нужном порядке раскладываются. То есть вот здесь еще место пустое. То есть можно сюда что-то переместить. То есть полностью сделано для удобства. Чтобы под себя полностью все настроить. Цвета мне очень нравятся. Тут с одной стороны они базовые, но вот есть такие вот всякие вот этот, например, интересный цвет какой-то. Что у нас здесь такой какой-то интересный. Вот этот меня интересует цвет. Вот этот, вот этот. Короче, нужно открывать и пробовать. Этот наборчик очень удобен для различных пленеров. Сейчас у нас погода еще теплая. У нас еще сентябрь, октябрь. Когда можно рисовать на улице, выходить. Это для тех, кто рисует с натуры на улице. Это не про меня. Лично для меня эти вот наборчики. Вот этот я планирую использовать набор. И вот этот. Это для путешествия очень хорошо. Когда можно просто бросить сумочку, рюкзачок. И когда уже становится совсем немного готов к путешествию и хочется порисовать. Ты достаешь и радуешься. Помимо всех этих коробочек у меня есть вот такая вот склейка. Карельной бумаги. Вы смотрите, как облачко отражается. Вот такая вот бумага. Винзер и Ньютон. Вот все характеристики. 100% катон. Холодный пресс. 300 грамм на метр квадратный. Размеры 20 листов. Такую бумагу я уже использовала в своей работе. Ну, тут просто склейка. Это не альбом с перфорацией. Это просто склейка такой блок. Сейчас могу показать. Вот, собственно, она передо мной лежит уже, которую я использую. Такая вот у нее крутая очень текстура. Прямо и на ощупь, и визуально. Сейчас покажу примеры. Я уже рисовала на такой бумаге, как я уже говорила. Вот, например, это жидкие чернила. Винзер и Ньютон. Ну, тут, по-моему, еще акварельные карандаши. Я уже точно не помню. Выглядит это вот так. Вот, посмотрите, как все лежит. Прекрасно. Как все текстурно. И здесь также жидкие чернила и акварель у меня. Также на такой бумаге. То есть, вот, как все держит текстуру. Еще большой плюс, что на эту бумагу можно наносить много слоев акварели, воды и так далее. Можно спокойно смывать акварель и наносить что-то заново. То есть, это очень прочная, качественная бумага, которая будет вас точно радовать. И раз уж у нас разговор сошел про бумагу, еще вот такой у меня есть новый абсолютно скетчбук. Виндзор и Ньютон. Вот, собственно, характеристики. Вот у него жесткая обложка. В нем я еще не рисовала ничего. Он ждет своего часа. Что очень хорошо. Здесь имеется форация. Для меня это очень хорошо, потому что меня часто просят продать мои скетчи. Так вот сделал, аккуратненько оторвал. И все это в очень презентабельном виде получается. Плотная очень бумага, качественная. Буду пробовать. Ну, и Виндзор и Ньютон, это, конечно же, не только акварель и бумага. Это еще и вот такой вот акрил, один из моих самых любимых. Это серия Галерея называется. И вот у меня появились новые цвета. Я пользуюсь этим акрилом уже, в принципе, давно. Но мне захотелось новых оттенков. И вот, что мы здесь с вами имеем сейчас посмотрим. Ну, естественно, Mars Black. Мой любимый черный цвет. Здесь аж три у меня новых тюбика. Черный цвет я использую очень активно. Поэтому мне всегда надо. Далее. Вот этот цвет очень интересный. Он темно-серый. Очень интересный цвет. Смотрится очень солидно. Насыщенный темно-серый цвет. Я часто тоже его использую. Далее у нас здесь идет насыщенный желтый. Deep Hue. Он желтый, очень насыщенный. Затем фиолетовый. Вот такой у меня есть. Люблю я тоже фиолетовые цвета. Вот такой темно-фиолетовый. И светло-фиолетовый. Это вообще очень крутой оттенок. Вот такой, вы видите, да? Такой нежно-фиолетовый. В то же время он очень насыщенный. Очень мне нравится. Затем вот этот очень мне цвет нравится. Он позиционируется как телесный, но он ближе что-то между телесным и розовым. Интересный получается цвет. Например, я его использую для... Да, для кожи. Для прорисовки кожи. Далее зелененький вот такой оливковый. Очень интересный тоже. Ну, полупрозрачный такой, прозрачненький. Вот хороший тоже оттеночек. Такой вот синий. Синий-синий. Бирюзовый такой. И вот тоже классный цвет. Серый. Бледно-серый. Тоже очень солидно смотрится на холсте. Ну и в конце расскажу про один из самых важных для меня моментов. Это вот про холсты. Вот такие холсты Виндзер Ньютон у меня сейчас есть в моей студии. Вот эти два это 60 на 80 сантиметров. Катон. Вот можем посмотреть. Вот так вот. Текстурка вот такая у них. Сзади идет кристаллина. Такая довольно массивная. То есть очень качественно сделан холст. И один еще холстик у меня есть 50 на 60 сантиметров. Тоже Виндзер Ньютон у меня уже готов. И вот смотрите, несмотря на такой небольшой размер холста, у него также сзади имеется речка. Вот это вот крепление. Это очень хорошо. Это очень надежно. Сейчас покажу текстуру. Как выглядит уже на написанной картине. То есть вот. Вот такие вот дела. Собственно, сегодня я вам рассказала о моих новинках, которые я буду в ближайшем времени активно использовать, тестировать. Все эти продукты я смело могу рекомендовать вам к использованию, потому как за качество я абсолютно не переживаю здесь, потому что работаю с Виндзер Ньютон уже давно. Если у вас будут какие-то вопросы по тому, где что купить, где как приобрести, еще какие-то, может быть, вопросы по самим материалам, пожалуйста, задавайте либо на почту, либо в директ сообщение. На все отвечу. Спасибо большое за просмотр. Удачи вам и хороших материалов для работы. Пока!